Ну что, ребятки, в день рождения я решил сделать невозможное. За прошлый раз на день рождения забирался на Рокки Дель Конде. А сегодня мы поднимаемся к Мирадор Дейзора. Перепад высоты километр. Надеюсь, что мы осилим. Дорога вроде бы начинается, но потом идет неизвестно где. Но я знаю, что где-то она есть, судя по карте. Слушайте, Лена тут нашла помидорку. Видите, какая миленькая черри. Мы уже немного поднялись. Показываю эту замечательную долину. На пляже вы видите отель Парадор, где мы остановились. Видно, как океан захватывает потихоньку отель. Мы вроде бы идем, а дорога еще и не начиналась. Вот самая жесть, наверное, начинается вот здесь. Дорога поднимается по крутым скалам. Что ты думаешь? Идем? Дальше не вижу дороги. Что-то дорога превратилась совсем уже в камнепад. Кое-как спускаемся. Небольшая остановка Лакоэла. Это Лос-Ахас, пещера, наверное, где укрывались от дождя пастухи. Сейчас середина января, но жара невыносимая, я думаю, почти 30 градусов в долине. Ну что, мы приближаемся к нашей финальной точке. И самая верхняя точка, куда мы идем, это Мирадор де Исора. Она находится на высоте примерно 700 метров. Посмотрите, какой у нее дизайн. А теперь полетаем над смотровой на дроне. Посмотрите, как она гармонично построена, как спроектирована. Использованы только натуральные камни из местных гор. Подобраны именно такого черно-серого цвета, чтобы она не выделялась от горы. Когда, кстати, поднимаешься снизу, то эту смотровую очень сложно разглядеть. Даже, наверное, в подзорную трубу ее не увидишь. Если посмотреть вниз, то видно долину, где расположен наш отель Парадор. Кстати, напротив нас, примерно на той горе, находится еще одна смотровая. До нее тоже есть тропинка снизу. Но мы решили туда не ходить, потому что я там был. И вид с той стороны хуже из-за того, что много деревьев. Показываю наших больших канарских пауков. Одного паучка я выращиваю у себя на террасе. Но он еще подросток. Зацените, какая комфортабельная смотровая. Туалет, парковка, удобная лавочка с крышей. Там воду можно налить, попить. Еще есть бесплатные бинокли. Нам сегодня очень повезло. Видно два острова. Видно Гомеру. И вдалеке вы видите Тейды. А значит, это остров Тенерифе. Нашу дорогу заняли козочки. Сейчас мы будем с ними делить тропинку. Ну мы идем вниз, а не куда-то вверх. Опять пробка. Что стоим? Идем, идем, не задерживаемся. Режим паника. Паника. Быстрее идем, идем. Ну что, пастух, собрал всех козочек? Да. Как ей тяжело-то ходить. Посмотрите, сколько у него молока. Мы решили немного срезать на обратном пути. Спуститься по каньону. В одном месте пришлось скатываться на попе. Ну ничего, вроде живы. Зато мы уже почти дошли обратно. Снизу вас ждет ресторан. Диско-паб Богемия, между прочим. Ну что, мы управились примерно за 5,5 часов. Если захотите повторить наш маршрут и будете на Ильера, не забудьте подписаться на мой аккаунт в приложении Wikilog. Там вы найдете множество маршрутов. У меня уже более 120 маршрутов. Продолжение следует...